Добрый день, товарищи рыболовы! Говорит и показывает Сибиряк 207. Как вы знаете, в начале сезона ко мне пришли приманки от Константина Кузьмина. Это 4 воблера, хотя всего их в серии 5, я взял только 4, поскольку пятый это Крэнк, зовут его Кубикс и он мало применен в моих условиях, поскольку сделан для ловли в первую очередь Головля и Изя. Головля нет вообще в водоеме, а ясь рыба такая вредная у нас, что поймать его на спиннинг довольно-таки сложно. Живет он, как правило, на глубине течения и редко встречается там, где можно было бы соблазнить его воблером. Еще в начале сезона было понятно, что интерес к воблерам от Константина Кузьмина довольно-таки большой, поскольку как только выложил я свое видео с первой пробой этих приманок на воде, сразу активно пошли просмотры. И вот на данный момент ролик набрал довольно-таки много просмотров по меркам моего канала. В принципе, это неудивительно, поскольку воблеры данные мало того, что сделаны, спроектированы таким опытным рыболовом, как Константин Кузьмин. Это не просто опытный рыболов, а опытный рыболов с большой буквы, уважаемый рыболов, очень многие к нему прислушиваются. В принципе, неудивительно, за его-то года практики он много чего повидал в спиннинге и много чего знает. Так вот, сочетание такого вот хорошего автора и при этом бюджетного исполнителя, то есть воблеры производятся под брендом Косодака, а как известно, эти приманки относительно недорогие, при этом довольно-таки неплохого качества. То есть сочетание хорошего автора бюджетности и неплохого качества приманок дает повод данным воблерам стать довольно-таки популярными среди рыбаков. Ну, довольно-таки часто встречаются вопросы, а как они, как они себя ведут, ловят-не ловят, хороши-нехороши. Собственно, на эти вопросы я сегодня и постараюсь вам ответить. Конечно, вряд ли получится это сделать стопроцентно и полностью, поскольку я отлоил всего лишь сезон, а сезон был такой у меня, ну, довольно-таки грустный в плане воблеров. И вот, собственно, что получилось, о том и расскажу. Больше, чем видел, говорить не буду, врать тоже не буду, только исходя из своей практики. Начну, пожалуй, с одного из самых интересных воблеров, по крайней мере для меня, с зеленого китайца. Это у нас типичный минул, длина его 9 сантиметров, вес 11 граммов, он мне даже на брюхе отмечен. Приманка имеет систему дальнего заброса, благодаря чему летит довольно-таки хорошо. Особенно это чувствуется на средних дистанциях и дальних дистанциях, то есть, что дальность у него присутствует. Точность не всегда радует. На коротке, на средней дистанции, да, когда делаешь максимально дальние забросы, иногда уходит чуть в сторону, нежели должен лететь. То есть, я подозреваю, что это все из-за вот такой вот формы тела, очень узкого хвоста и довольно-таки широкой головной части, как вот в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Он довольно-таки толстый в этом месте, и поэтому, несмотря на то, что вроде бы груз уходит в хвост, но не получается полностью центр тяжести сместить, и иногда получаются довольно-таки кривые забросы на максимальном дальнем забросе. В общем-то, так, в плане плавучести приманка у нас плавающая, позиционируется с поводком из струны длиной 20 см и диаметром 0,33 см. Приманка медленно тонет, поэтому я снял заводное кольцо для того, чтобы хоть как-то компенсировать его тонучесть. В итоге теперь с поводком он у меня либо висит, либо медленно, очень медленно тонет. Тут уже все зависит от плотности воды, то есть, плотность у нас опять же зависит от ее температуры. В разное время года он ведет себя немного по-разному, но что... один вариант, что второй для щуки это хорошо. Хоть он висит, хоть он медленно тонет. Даже иногда немного лучше, когда он медленно тонет. Приманка имеет очень хорошие крючки, они мне понравились. Мало того, что они подходящего размера, очень даже подходящего для этого воблера и для ловли щуки, они довольно-таки острые. Это не овнар, это какие-то другие крючки, не знаю, честно, чьи они. Но качество у них очень даже достойное. Вот в плане сходов, если честно, даже не припомню, чтобы с него был хоть один сход за все лето. То есть, даже доходило до смешного. Подтаскиваешь мелкую щучку к берегу, пытаешься стряхнуть с воблера, не доставая из воды. Бесполезно. Приходится доставать и отцеплять самостоятельно. Крышки хорошие. Заглубляется воблер примерно на 1 метр. Заглубление свое у него обозначено как 1,2. Ну, то есть, по факту оно плюс-минус где-то так и есть. То есть, с заглублением ему он соответствует. И применять его на глубинах меньше метра я бы не стал. Потому что он тогда начинает своей лопатой пахать дно, а если на дне еще имеется трава, он ее, естественно, всю собирает. Поэтому оптимальная глубина для использования этой приманки это от 1 до 2 метров. Ну, может, чуть меньше метра. Если мы будем дергать спиннингом вверх при твичинге, то да. Довольно-таки неплохое покрытие. То есть, щучьих зубов он видел немало, хотя щучьи зубы эти были довольно-таки молочные. Щуки на него попадались небольшие. Вот, но тем не менее, то есть, больших сколов нету. Есть только вот такие вот царапинки от зубов, щуки видны. То есть, в целом, покрытие практически не пострадало. Очень даже хорошее. Оно мне понравилось. Посмотрим, что будет с ним еще через один сезон. Ну, и самое главное, это игра воблера и его проводки. Естественно, приманка для твичинга, для рывковой проводки. И что меня больше всего удивило, у него игра на твиче очень простая. То есть, при рывках он просто уходит в стороны. В сторону он уходит недалеко, скажем так, на среднюю дистанцию. Ну, наверное, на два своих корпуса он в стороны уходит. И все, и замирает. У него нет никаких таких вот затухающих колебаний. Во время проводки нет там каких-то переваливаний. Вот тупо, как палка из стороны в сторону. Дальше, еще смешнее. Вот такая проводка, как показывает практика, нравится щуке. Ну, это не проводка, а игра воблера. То есть, я его специально сравнивал с такими приманками, как Megabass серии Vision 95-98 мм, который Junior 110-й. Как вы знаете, там приманки и крутятся, и вертятся, и пляшут, там с губном танцуют. То есть, они очень красиво играют. Я их сравнивал лоб-лоб. То есть, сначала оставил зеленого китайца, снимал сколько-то там хвостов с места. Дальше, ставил после китайца, когда поклевки прекращались, Megabass. И крайне редко Megabass долавливал там, может быть, еще один хвостик, а чаще всего и ничего не долавливал. Также сравнивал эту приманку и с Ridgem 90-м. Также сравнивал его с OSP Asura. И вот в плане уловистости, ну, по вот этому году, по моей практике, не было такого, чтобы китайца там кто-то сильно обловил. Как правило, работает он плюс-минус так же в плане щуки, как и те воблеры. При том, что не имеет никакой своеобразной игры. Соответственно, проводка для него также очень простая. Это рывки. Я бы не сказал, что они мягкие. То есть, рывки средние или даже сильные. Потому что воблерок довольно-таки упористый и, я бы сказал, туповатый. И чтобы вот он сделал свой галс в сторону, нужно по нему довольно-таки хорошо треснуть. И желательно даже не в натяжку шнур держать, а, что называется, ударять по шнуру. Тогда получается у него более резкие и четкие уходы в сторону. Мне кажется, это чуть лучше. То есть, по сути, это твичинг. Средний или сильный по рывкам. Как правило, это 1, 2, 3 рывка. То есть, серии выбираю. Ну, серии рывков, количество их подбираю просто уже на практике. Что больше нравится рыбы. Ну и паузы, естественно. Чем пассивнее рыба, чем холоднее вода, тем больше паузы. Летом это 1-2 секунды. Осенью может быть и 10 секунд. Примерно вот так вот с этой приманкой. То есть, что в целом могу про него сказать? Воблер мне, как ни странно, понравился. Несмотря на то, что первый опыт его использования мне скорее разочаровал. Приманка себя никак не показала в плане игры. Я думал, собственно, он и ловить будет так же. А нет. Дальнейшие испытания показали, что вот такая вот очень скромная и примитивная игра приманки. Нравятся щуки и нравится ничуть не хуже, чем игра у тех же дорогих японцев. Удивительно, но факт. Также мой друг Григорий Безменов рассказывал мне, что на одном из озер нашей области была одна из рыбалок, несколько экипажей плавало. Ловили на этом болоте щупу. И, собственно, самых крупных щук больше килограмма и вплоть до двушки поймали именно на зеленых китайцев. Те, кто ловил на другие приманки, всякие разные, и дорогие, и дешевые, тоже ловили, но ловили, как правило, мелочь. На китайце соблазнились самые крупные. Делали было в китайце или делали было конкретно храболого сказать нельзя. Но вот такой вот интересный факт, хочу вам рассказать. То есть, в целом, я приманка очень доволен. И вот в будущем году хочу и дальше общаться с этим воблером и общаться за щуками посредством данного воблера. Вторая приманка, про которую я хотел бы рассказать, это конвой. Конвой тонущий. Вес его 9 граммов. Такой вот составничок, так называемый ТБС. Имеет у нас он три части. Заглубление у него как такового назвать нельзя, потому что приманка тонущая. Соответственно, чем дольше мы делаем паузу, чем больше мы ему даем тонуть, тем глубже он идет. Ну, опять же, как показывает практика, вести его на глубине больше метра проблематично. Как правило, горизонт его работы у нас все-таки в пределах метра. Приманка, скажем так, точечная для ловли в конкретных местах. То есть, искать с помощью него рыбу, ну, это просто пустая трата времени. Его нужно использовать, когда нам нужно где-то конкретно соблазнить рыбу. Какое-то окно между травы, окно в корягах, под какое-то там нависшее дерево кинуть, в какой-то небольшой закуточек, омуточек, там где-то обрывчик под берегом. То есть, точечная локальная ловля, когда нам нужно кинуть приманку и поиграть ей больше в вертикальной составляющей, нежели в горизонтальной. То есть, мы делаем заброс, даем приманке утонуть, либо мы не даем утонуть, а начинаем сразу игру. И приманку можно вести очень медленно. То есть, на рывочках она разворачивается, ну, на 90 градусов это точно, и получается, очень медленно продвигается вперед. Если делать мягенькие рывочки, играет почти на месте. Это здорово соблазняет, конечно, щуку. Попался мне даже на нее один раз окунь. Также вот на малой речке лазил, попал четко под коряшку, из-под которой выскочил окунь и слопал этот воблеров. То есть, воблер мне этот очень понравился. Здоровская игра, прям красиво он переваливается из стороны в сторону на рывках. И рыбе нравится. Единственный у него минус, и минус довольно-таки существенный, это крючки. Здесь у меня, как вы видите, уже стоят неродные крючки. Мало того, что я их сменил на более острые, на овнеры, но я еще их увеличил немного в размере. Это овнер, если не ошибаюсь, восьмой номер. Да, они могут сцепиться с друг с другом, если их специально попытаться сцепить, нежели крючки родные. То есть, родные маленькие, они не цепляются. Эти могут. Вот. Опять же, на воде это происходит крайне редко, а вот реализация с такими крючками существенно выше. Потому что с мелкими доходило до смешного, что было 2, 3, 4, 5 поклевок подряд, я не мог защищь рыбу. Но это уже ни в какие ворота. Поэтому крючки я на них поменял. Летит приманка ужасно. В принципе, это ожидаемо. То есть, мало того, что она для ловли точечно, так она еще на ловле на ближней, ну или средней дистанции. Но никак не для дальних забросов и ловли по какой-то, там, более-менее территории нет. Вот. Очень похоже по своему применению, по своим проводкам на воблер Джакал Бэби Герон. Они и по размеру схожи, они и по игре очень схожи. То есть, кто ловит на Герона, можете взять себе для разнообразия такого вот еще конвоя. Приманки похожи и, как мне кажется, по ловистости они тоже схожи. И по месту применения. Вот. Ну, по проводкам тот же самый твичинг. Твичинг должен быть мягкий. Ну, а сочетание рывков и паулов тут уже подбирать нужно локально. То есть, в зависимости от того, куда нам нужно кинуть и насколько долго держать приманку в одном месте. Чем короче и мягче рывочки, тем дольше воблер идет в, ну, так, интересной зоне для хищника. Делать сильные рывки ему противопоказано, поскольку тогда он будет сильно разворачиваться на 180 градусов и цепляться за поводок. Поэтому только мягенькие-мягенькие рывочки. Ну и плюс паузы. Паузу делаем настолько большую, насколько нам нужно загнать воблер в глубину, опять же. То есть, кинули, сделали там, можно даже просто, сделаем заброс, даем паузу, приманка там на какую-то глубину опускается, где теоретически должна стоять щука. После чего делаем там 1, 2, 3 мягких рывочка, снова пауза, облер опять начинает медленно тонуть. И вот в локальном месте обычно этого хватает, чтобы соблазнить ту же щуку на поклевку. Ну вот как-то так с этой приманкой. Теперь о плавающем конвое. От своего собрата он отличается тем, что он, во-первых, плавающий, во-вторых, он имеет лопатку. Благодаря чему данную приманку можно вести против течения. То есть, если тонущий конвой против течения у нас, ну, не особо боец, потому что его сразу начинает выносить на поверхность, так как нет лопатки. То есть, это приманка для ловли в стоячей воде поперек течения, либо по течению. Это же у нас универсальный облер. Им хоть против, хоть по течению, хоть в стоящей воде, хоть в двирующейся, в любой. Потому что имеется лопасть. Плавает он очень капитально. То есть, я с него не снимал заводное кольцо, в отличие от того же зеленого китайца или вот конвоя. Кстати говоря, да, с него, с конвоя тонущего я снял кольцо заводное. С плавающего не стал, потому что даже с поводком и с кольцом он все равно всплывает и довольно-таки существенно. Про проводок я говорил уже. Поводок у меня всегда для таких приманок стандартный. Это 20 сантиметров 0,33 струны. Всплывает он довольно-таки существенно. На эту приманку я поймал, по-моему, всего лишь один или два хвоста, потому что, ну, не было подходящих у меня условий для нее. То есть, эта приманка, опять же, либо локальная ловля на небольшой глубине, либо ловля где-то среди растительности или по мелководьям. И как-то вот с этим у меня было туговато. То есть, тонущий, да, он нужен был, потому что нужно было, чтобы приманка заглублялась. А вот плавающий, чтобы его еще загнать, это нужно какое-то расстояние. Таких мест было крайне мало и как-то вот он у меня был почти неприменим. Помню, даже всего лишь одна фотка со щучкой есть, с этим воблерком и все. Заглубление у него 0,7 метра, обозначенное по факту. Ну, это максимум, наверное, 0,7 метра загнать можно чаще. У него идет диапазон, наверное, где-то все-таки сантиметров 50, может даже 40. Реже, глубже всплывает, он довольно-таки шустро. Не как пробка, конечно, но, скажем так, средняя скорость всплытия у него гораздо шустрее, чем китайец. В плане игры все довольно-таки здорово. Так же, как и у тонущего. Красиво виляет из стороны в сторону. Проводка это твичинг, различные серии рывков, то есть нет как такового одного рецепта дергать и так он будет ловить. Опять же, нужно подбирать исходя из настроения рыбы. Это могут быть и одиночные рывки без пауз, могут быть и 1-2-3 рывка с паузами небольшими, чтобы воблер всплывал. То есть нужно подбирать для конкретных условий, для конкретного настроения рыбы. Но в целом приманка довольно-таки интересная. Надеюсь, в будущем году у меня получится ее разловить получше. А пока как-то вот так. И последний на сегодня воблер. Это вот такой вот волкер, зовут которого Бонго. Эта приманка показывает нам, что такое фирма Косодака. А именно то, что поскольку контора бюджетная, проскальзывает у нее и некондиция. То есть данный волкер оказался бракованным и совершенно отказывался играть, как я и не плясал там с бубном вокруг него. Бесполезно. Поэтому он у меня пойдет, наверное, на брелок для ключей, но никак не в рыболовную коробочку. Увы и ах. Ну что ж, друзья. На этом, пожалуй, все. Как всегда, с вами был Сибиряк 207. Подписываемся, ставим лайки. До новых встреч. Пока-пока.